Мир вам! С миром! И мы, исполняя Твою волю, сегодня вечером пришли сюда, в Дом Божий, в Дом молитвы. И мы хотим сегодня и молиться, и прославлять Тебя, и размышлять над Твоим Словом. И мы просим, чтобы Ты послал нам сегодня и дал нам духовную пищу, чтобы наша душа получила хлеб духовный, чтобы было размышление, чтобы Ты, Господи, говорил к нашим сердцам. И чтобы нам вырасти духовно, укрепляться в нашей вере, чтобы нам с уверенностью смотреть наше будущее, потому что мы знаем это будущее с Тобой. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты и обличал, и подсказывал, что нужно поправить и справить в нашей жизни. Благодарим Тебя за Твое присутствие с нами сегодня вечером. Мы просим, чтобы Ты благословил тех, кто будет проповедовать Слово, кто готовился прославлять Тебя, и тех, кто стихами будет прославлять имя Твое. Боже, и пусть каждое сердце сегодня будет наполнено хвалой нашему Господу и Спасителю. Благодарим Тебя, на помощь Твою надеемся. Аминь. Боже, услышь меня, Боже, услышь меня, руки в Тебе проспираю. Господи, 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 Ты только Ты, упование мое. Мир Твой, мир Твой, мир Твой, мир Твой, не спошли, Господь. Мы сегодня, перед тем, как будем молиться, будем читать из книги «Деяния святых апостолов». И сегодня также я хочу обратить ваше внимание на одну из личностей, личностей веры. Вы помните, в прошлый раз вечером мы с вами смотрели на негативную личность, на личность Иуды. Тот человек, который имел огромное количество благословений, он имел наравне со всеми апостолами, он находился у ног Господа Иисуса Христа, он слышал проповеди, он видел те чудеса, которые совершались нашим Господом. До самого последнего момента он находился рядом, Господь даже умыл ему ноги, но, тем не менее, он потерял вот то самое главное. Сегодня Господь с утра нам уже говорит с вами о верности, говорит нам о готовности, о том, что мы с вами идем туда, в небесную страну, и очень главное нам дойти с вами до конца. Я хочу сегодня также посмотреть на одну библейскую личность, о которой говорится в этой книге «Деяния апостолов». И хотя об этой личности не так много сказано, но из жизни этого человека мы можем взять очень много для себя уроков. И это положительный пример для нас сегодня. Этот человек, его звали Стефан. И о нем говорится в 6, говорится в 7, в 8 главе «Деяния святых апостолов». И основная информация собрана как раз в этой 6 главе. В 7 главе, 7 глава – это полностью почти его проповедь, где он говорит о истории израильского народа и подводит к тому, что израильский народ, он всегда был неверный, он в итоге распял мессию того долгожданного, мессию которого ждал народ. И дальше в 8 главе всего лишь в одном уже стихе, там во втором говорится о его погребении. И 11 глава «Деяния апостолов» говорит о том, что после как раз смерти Стефана начались гонения на церковь. Начались очень жестокие гонения на церковь. И давайте мы с вами прочтем 6 глава, мы прочтем с 8 по 15 стих. С 8 по 15 стих 6 главы «Деяния апостолов». А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев, илександрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать. Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ и старейшин, и книжников, и напав, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили, «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон». Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Если вы сегодня сделаете, может быть, запрос в интернете, кто такой Стефан, вам сразу выдаст информацию о том, что Стефан первомученик. Это тот, кто первый запечатлел свою веру, свое свидетельство кровью. Интересно то, что Стефан носил греческое имя, и это имя буквально значило «венец». И как бы пророчески этот человек действительно получил венец первого мученика. И независимо от того вообще, что сделало Стефана этим мучеником, его сделала не смерть. Когда мы с вами получаем повеление нашего Господа Иисуса Христа в деянии апостолов, 1 глава, 8 стихе, то повеление каждый христианин получил. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Интересное слово вот это «будете мне свидетели». Одно из значений этого слова – свидетелей тех, кто, по примеру, доказали прочность и искренность веры в Христа, пережив насильственную смерть. То есть вот это слово «свидетели», оно в себе, вот в своем корне, имеет уже заложенные страдания за Иисуса Христа. И каждый из нас, кого призвал Господь по своей сути, он уже становится мучеником за Иисуса Христа. Не каждый из нас прославит Господа какой-то мученической смертью, но это говорит о том, что когда Дух Святой поселяется в наших сердцах, то каждое истинное Божие дитя в любой момент, когда это нужно будет, будет готов отдать жизнь за своего Господа. И Дух Святой призывает каждого из нас быть мучениками за Иисуса Христа и в определенный момент, если этого потребует жизнь, отдать свою жизнь за Господа. И как раз Стефан и запечатлел это свидетельство первой своей кровью. И чему может научить нас с вами жизнь Стефана? Меня очень ободряет, вот когда я читаю истории об этих людях, о том, что Стефан, о нем ничего не говорится, что он чем-то был уникальный. Что у него были какие-то особые таланты. Он не был из числа 12 апостолов. Он не находился рядом с Иисусом Христом. Это был простой прихожанин церкви. Это был простой член церкви, можно так сказать. Но когда в церкви возникла определенная проблема, то тогда выбрали 7 человек в этой церкви для решения этой проблемы. А вы помните, была вот такая проблема, были пренебрегаемые еленистов вдовы. То есть им чего-то недодавали, может быть, в чем-то как-то их притесняли, этих вдовиц. И вот для этого поставили этих людей, для того, чтобы они пеклись вот о тех столах. То есть они просто каждый день должны были следить за порядком, раздавать эту пищу. И по сути это говорит о том, что Стефана, когда избрали, вот то, может быть, небольшое служение он получил в церкви. Апостолы помолились, возложили руки. Но интересно говорится о том, что эти люди, которых избрали, у них была определенная черта. Помните, какая? Они были исполнены Духа Святого. Они были исполнены Духа Святого. Изберите из среды себя 7 человек, которые были бы исполнены Духом Святым. И для нас это является также ободрением, что каждый из нас, подобно Стефану, может в своей жизни точно так же отражать Господа Иисуса Христа. И когда мы ближе знакомимся со Стефаном, мы видим, насколько он отражал своего Учителя в каждом поступке. Лука, когда описывает жизнь Стефана и в Евангелии от Луки, он также буквально теми же самыми словами описывает Иисуса Христа и описывает жизнь и поступки Стефана. И в 6 главе, в 15 стихе, говорится о том, что люди, которые восстали против него, видели лицо этого человека, как лицо ангела. То есть они видели лицо, вот то, что было внутри Стефана, оно выражалось на его лице. И вот как раз Лука, что особенно выделяет о том, что Стефан это был человек исполненный. Он был человеком исполненный. Мы с вами все люди обязательно чем-то исполнены. Как говорят, пустой человек, но пустых людей не бывает. Каждый человек обязательно будет чем-то исполненным. И это довольно легко определить. Даже когда человек это скрывает, это довольно легко определить. И когда-то Господь сказал, Матфея 15 глава в 18 стихе, «А исходящее из уст исходит из сердца». То есть то, чем мы будем с вами исполнены, оно обязательно будет выражаться в наших поступках, оно будет выражаться в наших словах, оно будет выражаться в наших стремлениях. И сегодня мы как раз слышали, в этой постановке говорилось, а кто-то живет вот только строя какие-то дворцы, заботясь о том, на чем может быть ездить, собирая какие-то деньги. И каждый человек, он чем-то обязательно будет исполнен. Кто-то может быть исполненным просто собой. И вокруг такого человека он является этим солнцем. И все должно полностью вращаться вокруг этого человека. Но Библия дает нам еще большое количество мест Писания, говорит об исполнении. К примеру, в Михея 6 глава в 12 стихе, говорится о том, что богачи исполнены неправды. То есть их жизнь полностью исполнена этой ложью. Матфея 23 глава, 28 стих. Наш Господь постоянно упрекал и вот ставил фарисеям и книжникам о том, что они были исполнены лицемерия. То есть вся их жизнь, она была подобна этим гробам. Внутри были наполнены, исполнены этой нечистотой, этой неправдой. А снаружи все было очень красиво, они красиво выглядели. Если вы посмотрите в римлянам апостола Павла, послание римлянам, на первую главу, первая глава римлянам, с 28 по 31 стих. И здесь апостол Павел также говорит, такой довольно полный список того, чем человек может быть исполнен. И он говорит, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. И вот здесь как раз в 29 стихе говорится так, что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Во втором послании Петра, во второй главе, в 14 стихе, Петр дополняет этот список, и он говорит, глаза у них исполнены, опять это же слово, глаза у них исполнены, любо страсти и непрестанного греха, они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Вот такие вот списки, чем люди могут быть исполнены. Если мы не исполнены Господом, то мы обязательно чем-то будем исполнены из этого списка. И не так важно, исполнены ли мы с вами вообще, а важно исполнены, чем мы с вами. Или здесь в данном случае правильно задать, наверное, вопрос, кем мы с вами исполнены. И здесь говорится о том, что Стефан был правильно исполнен, он был исполнен Духа Святого. И давайте посмотрим, что Писание говорит об исполнении Стефана, что говорит об его исполнении Духом Святым, и какие в этом были плоды в его жизни. Деяние 6 глава 3 стих. Говорится о том, что Стефан был исполнен Духа Святого и мудрости. В 5 стихе говорится о том, что Стефан был исполнен веры и Духа Святого. В 8 стихе говорится, у нас здесь в переводе, 8 стих говорится о том, что веры и силы, но в греческом здесь более точное слово стоит благодати, благодати и силы. И по сути результат исполнения Духом Святым в жизни Стефана был, он был исполнен Духа Святого, и это выражалось в его жизни в мудрости, в благодати, в вере и в силе. И обычно благодать и сила, они идут очень рядом. Бог нас избрал по своему образу, по своему подобию, чтобы мы его отражали, вошел грех в нашу жизнь, и мы все меньше стали соответствовать тому вот эталону, которому Бог хотел, чтобы мы соответствовали. И для этого пришел Божий Сын на эту землю, для того, чтобы вновь все восстановить, вернуть к тому началу, из которого мы с вами все вышли. И для этого Бог дал нам Духа Святого, помощника дал для того, чтобы мы вновь вернулись и стали соответствовать Божьему образу. Бог больше всего прославляется в нашей с вами жизни, когда мы начинаем быть подобными Его Сыну, нашему Господу Иисусу Христу, и когда каждый день наша жизнь преображается в Его жизнь. Когда-то в Иезекииле, Иезекииле сказал, через пророка Бог сказал, 36 глава, 26-27 стих, и он как раз сказал об этой работе исполнения Духом Святым. И он сказал, и дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас Дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Это делает сам Господь, это Его труд. От нас только зависит, чтобы мы с вами полностью отдали себя в подчинение Богу, в подчинение Духу Святому. И это доступно каждому из нас, и мы видим это из жизни Стефана. Стефан был исполнен во всей своей жизни, от самого начала он был исполнен в служении, когда начинал с самого малого, он дальше был исполнен в проповеди, он дальше был исполнен, даже когда умирал, он очень отражал постоянно во всем Господа Иисуса Христа. Я думаю, что каждой церкви и нашей церкви нужны такие люди, которые исполнены Духом Святым. Я думаю, что наши молитвенные группы, они молятся о том, чтобы Господь избирал таких людей, посылал в нашу церковь людей, которые исполнены Духом Святым. И молитесь о том, чтобы Бог в жизни служителей отсекал все то, что еще мешает, запинает полностью подчиняться Духу Святому. Как раз в шестой главе Деяния говорится о той проблеме, которая была в церкви. Давайте мы с вами прочтем несколько стихов. Шестая глава, с первого стиха. В эти дни, когда умножались ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая, и Антиохийца, обращенного из язычников. В церкви появилась определенная проблема, которая ввела, возможно, даже к расколу. И церковь принимает мудрые решения. Избираются люди, которые исполнены этой мудрости для того, чтобы решать эти проблемы, благодати этой мягкости для решения этих проблем. Но они также обладали и силой Божией, и верой. Вот таких Господь хочет видеть служителей в своей церкви. А как Стефан в жизни отображал Господа Иисуса Христа? Давайте несколько еще мест Писания посмотрим. Интересно все, как я говорил уже, то, что сказано о Стефане, сказано и об Иисусе Христе. Лука даже использует те же самые слова. Посмотрите, как Стефан был подобен Господу нашему в служении. Луки 3 глава говорится, 22 стих, 3 глава Евангелия от Луки. Говорится, что когда наш Господь принимал крещение, о нем говорится, и Дух Святой не шел на Него. А в начале 4 главы, как раз, когда Он был введен Духом в пустыню, говорится в 1 стихе, 4 глава, 1 стих, Иисус исполненный Духа Святого. Опять мы видим, исполненный Духа Святого. Он был поведен в пустыню. Потом Он возвращается после пустыни на служение. И в 14 стихе 4 главы говорится, «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». Постоянно говорится, исполнен Духа Святого. Сошел Дух Святой, и выходя на служение, Он идет в силе Духа в Галилею. И говорится о Стефане, 6 глава, 8 стих. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Интересно, насколько горела в нем эта жизнь. Он был поставлен просто отвечать за столы в своей церкви. Но мы видим о том, что все то, что было в нем, чем он жил, он постоянно ходил, свидетельствовал, он постоянно проповедовал об этом. То есть вся его жизнь была наполнена вот этим горением, этим свидетельством, этим исполнением Духом. Говорится о мудрости, о Христе говорится, Луки 2 глава, 52 стих. «И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков». А о Стефане говорится, Деяние 6 глава, 3 стих. «Исполненных Святого Духа и мудрости». Опять похожее вот происходит. Иаков как раз говорил о такой мудрости, которую дает Дух Святой. Иакова 3 глава, 17 стих. Иакова 3 глава, 17 стих. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Вот такая мудрость, которую дает Дух Святой. Я не говорю сейчас о знаниях. Мы сегодня очень много наполнены знаниями, но мудрость Божия, она чиста, мирна, она скромная, она послушная, полна милосердия и добрых плодов. Вот это признак мудрости, которую дает Дух Святой. И именно такую мудрость имел наш Господь Иисус Христос. И такая мудрость должна нас с вами характеризовать, как христиан. Дальше, посмотрите, он был похож в благодати на Господа Иисуса Христа. И говорится, Стефан был исполненный благодатью. Я уже говорил 8 стих, говорится, исполненный благодатью. А что такое слово «благодать»? Ну, когда это относится к нашему Господу, нам понятно, благодать, Он дает нам какое-то благо, то, чего мы с вами не заслуживаем. Но интересно, что это слово, оно имеет вот производно от другого греческого слова, которое вот имеет в корне понятие или смысл, и оно отражает нежность, терпение, снисходительность. И как раз они, вот эти качества, они были присущи Христу. Это, по сути, еще такой смысл. Красота, элегантность, прелесть, симметричность и рифма. Вот такая вот благодать. Видят ли в моей жизни люди как раз вот такую благодать, такую, может быть, мягкость, такую вот гармонию, когда мы решаем какие-то вопросы. Иоанн говорил об Иисусе Христе в 1 главе, в 14 стихе. «И слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины». Стефан также был исполненный Божьей благодати. И благодать обязательно будет отображаться, преображение в благодати будет отображаться в нашей с вами жизни. Как часы вот отражаются на наших лицах, отражаются в наших морщинках, дни, годы, в наших седых волосах, точно так же благодать Божья будет отображаться обязательно на наших лицах. То, чем мы с вами наполнены, чем мы с вами исполнены, с годами будет выражаться и на наших с вами лицах. Интересно, что дальше, когда говорится о Стефане, даже до самого последнего момента своей жизни он был тем, кто повторял Иисуса Христа, он отражал Господа Иисуса Христа. Интересно то, что человек, исполненный Духа Святого, он всегда будет иметь оппозицию. Человек, который обладает этими качествами, верой, мудростью, благодатью, силой, он всегда будет являться вот этим бельмом на глазу у людей, которые не хотят жить правильно. Он будет делать то, что в его окружении будет неудобно находиться. Это обязательно будет вызывать недовольство людей. Я наблюдаю, как растут сегодня мои дочери и моей старшей уже 14 лет, и я за нее переживаю, когда вижу, она возвращается расстроенная очень часто со школы. Когда они были маленькие, первый, второй, третий класс, было очень много друзей в школе. Но сейчас, когда они подрастают, уже по 14 лет им, она приходит, говорит, кто-то начал уже курить, кто-то какие-то смотрит сериалы, которые, естественно, мы не можем смотреть, кто-то вот играет в какие-то игры, в которые мы не можем. И она говорит, я замечаю то, что я становлюсь неудобной. Те, с кем я раньше дружила, сегодня я для них становлюсь неудобным. В моем присутствии они себя очень неудобно чувствуют. И мне приходится объяснять, что действительно путь с Господом Иисусом Христом это несравненно лучше. Есть тот друг, который никогда не оставит, с которым нужно пройти жизнь. Потому что я в своей жизни жил без Иисуса Христа. Я знаю, что это такое, какой это путь. Поэтому я их наставляю в том, что есть единственный друг, с которым нужно идти по жизни. И мы всегда должны с вами помнить слова нашего Господа Иисуса Христа, которые написаны в Евангелии Иоанна, 15 глава, в 20 стихе. Помните слово, которое я сказал вам? Раб не больше Господина Своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Во 2 Тимофея 3 глава 12 стихе апостол Павел также когда-то писал, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. То есть те люди, которые отдали себя полностью, посвятили себя Духу Святому, посвятили себя Господу Иисусу Христу, они будут всегда вызывать неудобства в обществе, и эти люди всегда будут гонимы. И посмотрите на еще одно, перед тем, как мы с вами будем молиться, на еще одно качество, которое имел Стефан. Оно описано в 7 главе. Когда он заканчивает свою проповедь, на него начинают скрижетать зубами, его выводят побивать камнями, и вновь он подобен Господу Иисусу Христу. Когда наш Господь висел на кресте, Луки 23 глава 34 стих, Луки 23 глава 34 стих, здесь говорится молитва нашего Господа. Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И вот когда Стефана выводят побивать камнями, на него летят эти камни, и посмотрите, какой молитвой он молится. Деяние 7 глава 60 стих. И преклонив колени, воскликнул громким голосом, Господи, не вмини им греха сего. И сказав это, почил. Человек, исполненный Духа Святого, он будет всегда отображать своего Господа во всех качествах, и даже в прощении врагов, в служении, в жизни, и даже в смерти. И такая жизнь всегда будет приносить обязательно плоды. И первый плод смерти Стефана, помните, какой был? Это был Савл, который стоял, которому сложили одежды, он наблюдал за этой смертью, и спустя какое-то время, это семя, которое посеял Стефан, оно умерло, и восстало новое семя, которое имело очень много зерен потом, в дальнейшем. И пример Стефана учит нас тому, что и сегодня Бог хочет сделать каждого из нас, каждого члена церкви, подобными нашему Господу, Иисусу Христу, и хочет, чтобы мы были исполнены Духом Святым, чтобы мы с вами имели веру, мы с вами имели мудрость, мы с вами имели благодать, и мы с вами обладали Божьей силой. Давайте помолимся. Аминь. Отец наш Небесный, Господь наш, я благодарю Тебя за то, что мы вновь можем собраться вокруг Твоего Слова. Я благодарю Тебя за этот прекрасный пример жизни Стефана. Господи, благодарю Тебя за то, что он так хотел быть подобным Иисусу Христу. Этот человек полностью отдал себя послушанию Духа Святому. Я прошу Тебя, Господи, Ты также работай в моей жизни. Удаляй, Господи, отсекай все то, что еще мешает быть подобным моему Господу и моему Спасителю. Я благодарю Тебя за Твое долготерпение, Господи. Благодарю за то, что Ты продолжаешь Твою работу, Господи, я это вижу. Помоги, Боже, чтобы моя жизнь, Господи, хождение в каждом дне, Господи, в каждой мелочи Божией, оно прославляло Твое великое и святое имя. Господи, благослови дальнейший ход нашего служения, наше пение, Господь, еще проповедь Слова Твоего. И за все будь прославлен великий Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Благослови Душа моя Господа, 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 неси Господи. Я должна найти тебя Вновь, как прежде, быть с тобою Твое имя дорогое Я шепчу, шепчу, любя Я должна твое лицо Вновь увидеть ясно, ясно Помню, как оно прекрасно То лицо, то лицо Под божественным венцом Я должна найти тебя И, как прежде, быть с тобою Твое имя дорогое Я шепчу, я шепчу Я шепчу его любя Прикоснуться бы к руке Или к краешку одежды Я ищу тебя с надеждой Знаю, ты невдалеке Жажду слышать голос твой Трепетать и поклоняться Бесконечно восхищаться Всей твоей Всей твоей Всей твоей Всей твоею красотой Жажду слышать голос твой Трепетать и поклоняться Трепетать и поклоняться Бесконечно восхищаться Всей твоей Всей твоей Всей твоей Всей твоею красотой Где пасешь, ты подскажи Мои поиски Облегчи На опущенные плечи Свою руку положи Чтобы сила Изошла Мою душу Исцелила Чтобы Солнце Вновь светила Чтобы Я Чтобы Я Чтобы Я тебя Нашла Чтобы Сила Изошла Мою душу Исцелила Чтобы Чтобы Солнце Вновь светила Чтобы Я Чтобы Я Чтобы Я тебя Нашла Солнце Девочка из детского Приюта Села в поезд В городе одном Поезд был Обычного маршрута У нее же путь в небесный дом К дальнему купе Подходит крошка Здесь свободно Смотрит, где бы сесть И ее сажают у окошка Лет ей было пять Быть может шесть Узелок при ней Оттуда ушко Бархатное заячье торчит То ее любимая игрушка С ней она играет С ней и спит Поезд долго шел Полями хлеба За окном лишь степь Да степь видна Поезд, ну иди скорее на небо Девочка шептала у окна Ходят люди Форменно одеты Слышится служебный разговор Просят приготовить Всех билеты И в купе заходит ревизор Он идет Билеты проверяет Их купе Кончается вагон Детского билета Не хватает Чей ребенок Спрашивает он Смотрят все Недоуменным взглядом И молчат Не зная, что сказать Думали в вагоне Где-то рядом Едут с ней Ее отец И мать Ревизор К ребенку Обращает Свой вопрос Ты с кем? Где твой билет? Девочка Спокойно отвечает Дядя У меня билета нет Я одна На небо еду к маме Мама будет там Меня встречать Дядя Удивленными глазами Смотрит на нее С чего начать? Разговор с ребенком О билете Сел с ней рядом Начал говорить Девочка И взрослые И дети На земле Всегда должны платить Дядя Это поезд Ведь небесный За меня Иисус Уж заплатил Моя мама Часто пела Песни Про него Пока хватало сил Мама все болела И лежала А когда уж Не могла вставать Перед смертью Мне она сказала Что меня на небе Будет ждать Вы со мной Хотите в небо Дядя? Вопросили Детские уста И в вопросе том И в светлом взгляде Поняли в купе То зов Христа Как посланник Неземного мира Был ребенок Этот среди них Ревизор И господа И дамы Не скрывали Набежавших слез Голосом глухим С заметной дрожью Ревизор Лишь смог Произнести Мы туда Дитя Поедем позже А пока Придется нам Сойти Взрослые И юные Внемлите К вам Взывают Эти голоса Верьте во Христа И заходите В поезд Что ведет На небеса Аминь 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 Я тобою живу, я тобою радую Я без тебе себе в житті не знайду Я тобою живу, я інакше не вмію Я тобі, як мені, ти життя віддаю Я тобою живу, я тобою радую Я тобі, як мені, ти життя віддаю Ісус, я тобою живу, я інакше не вмію Я тобі, як мені, ти життя віддаю Ісус, я люблю, люблю, люблю тебе Ісус, я люблю, люблю, люблю тебе Тебя я славлю Тебя я славлю Тебя я славлю Ты мой вечний Бог Тебя я славлю Тебя я славлю Тебя я славлю Ты мой сильный Бог Твоей славой Вся земля болна Твоей славой Вся земля толна Твоей славой Вся земля молна Моя душа поет, прославляя вечного имя. Величий Иисус, бодрик, любви Его там, на Христе. Воспрямь хвала моя Богу, и голос мой крончик мой, за милость Его к народу, за дивную любовь. Твоя милость так велика, как солнце даль над нами, и благость Твоя века над нашими сердцами. Твоя милость так велика, наш Господь, как просторы небес над землею. Тебя в полю душой, тебя в полю душой, тебя в полю душой, что ты творец мой. О Тебе, мой Творец, песни славы пою, пою песни радости спасенья. Тебя я славлю, тебя я славлю, тебя я славлю во всемогущей. Слава, честь, веку срется, да будет слава тебе. Тебя в полю душой, тебя в полю душой, тебя в полю душой, что ты творец мой. О Тебе, мой Творец, песни славы пою, пою песни радости спасенья. Тебя я славлю, тебя я славлю, тебя я славлю во всемогущей. Слава, честь, веку срется, да будет слава тебе. Тебя я славлю всегда. Тебя я славлю, мой вечно Бог. Как сегодня, братья и сестры, мы слышали уже в утреннем служении, тематика была о нашей готовности встретить Господа. И готовность встретить Господа характеризуется активной христианской жизнью, проповедью Божьего Слова, уподоблением образу Сына Божьего, как уподоблялся Стефан. Готовность встретить Господа также характеризуется подчинением Себя воле Божьей, исполнение воли Божьей, так как она открывается в Его Слове. Это то, чему учит нас книга пророка Ионы. Мы сегодня обращаем наше внимание уже на третью главу книги пророка Ионы. До этого мы детально рассмотрели первую и вторую главу и извлекли уже определенные истины. То, о чем мы рассуждали ранее по первой и второй главе, те истины, которые мы извлекали, это можно посмотреть на нашем канале на YouTube. Перед нами третья глава книги пророка Ионы. И было слово Господня к Ионе вторично. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, «Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена, и поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии. И он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепли, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы, ничего не ели, не ходили на пастбище, и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего, и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится, и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Братья и сестры, Слово Божие нас учит одной очевидной и простой истине, что Бог обещает, Он это всегда исполняет. И это так. И, впрочем, вся книга пророка Ионы нам это и показывает. То, что Господь обещает, Он это исполняет. Но мы с вами прочитали сейчас третью главу книги пророка Ионы, которая поднимает вопрос перед нами, а бывают ли такие ситуации, когда Бог обещает и не исполняет? Вот это тема третьей главы, когда Бог обещает и не исполняет. Два наблюдения, братья и сестры, которые мы можем сделать, прочитав эту третью главу, и первое наблюдение, это второй шанс. То, что мы видим по первым четырем стихам, Господь всегда дает второй шанс согрешившему и раскаившемуся человеку. В то время, как Господь всегда дает шанс грешнику обратиться к Господу, избрать путь спасения, путь ведущий в жизнь. В то же самое время, что касается согрешившего и раскаившегося, Господь дает второй шанс. Вот об этом первые четыре стиха. Мы уже прочитали, третья глава начинается так же, как начинается первая глава. Мы прочитали второй стих. Господь начинает с начала. Он снова обращается к Ионе и говорит те же самые слова, которые он когда-то сказал. Встань и иди в Неневию. Почему Господь начинает с начала, а не где-то там с того места, когда Иона был уже освобожден? Господь начинает с начала. Почему? Два ответа. Два очевидных ответа. Первый ответ, потому что Господь всегда дает второй шанс согрешившему и раскаившемуся человеку. Тому, кто нарушил Божью волю, или тому, кто проигнорировал Божью волю, но раскаялся, обратился к Богу, Господь дает второй шанс. А второй ответ, потому что Господь воспитывает нас, братья и сестры. Он дисциплинирует людей своих. Вот это то, что мы читаем, кстати, в книге Иова, 5 глава. Книга Иова, 5 глава, мы читаем 17 стих и 18. Написано так. Блажен человек. Какой человек блажен? Какой человек тот, кто испытывает самую высшую категорию счастья, как показывает нам Божье Слово? Блажен человек. Мы помним первый псалом. Он так и начинается. Блажен человек. Блажен муж. Ну какой? А вот тот, который в Слове Божьем пребывает. И мы, конечно, с этим можем согласиться, но, конечно, такой человек блажен. Мы блаженны. Мы в Слове Божьем пребываем. Ой, я хочу всегда испытывать такую меру блаженства. Но блажен человек, которого вразумляет Бог. И потому наказание, вот это слово, которое переведено как наказание, буквально оно значит дисциплинирование, подчинение воле Божьей. Вот это слово как раз то, которое тогда в древности использовалось во взаимоотношениях между родителями и детьми. Когда любящие родители воспитывали детей. И Библия говорит нам о методах библейского воспитания. Они дисциплинируют детей, любящие родители. Так вот и человек блажен, которого вразумляет Бог, и потому дисциплинирование, наказание вседержителево не отвергай. Почему так? Да потому что он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. Господь никак не последовательный родитель, что показывает нам вот этот текст священного писания. Он дисциплинирует, он воспитывает детей своих. Это родители могут руководствоваться эмоциями своими. Ну не все, конечно, но есть такие родители, которые руководствуются эмоциями своими. Что-то сделал ребенок, особенно если настроение плохое, или что-то вот моя любимая книга, моя любимая чашка, вот она разбита, книга изорвана. Стены, на которыми я столько трудился, они теперь разрисованы, что-то прочее. И вот в этом гневе можно наказать очень сильно ребенка, в то время как при других обстоятельствах, когда благодушное настроение, все хорошо в жизни, и так пришел домой, все хорошо, и тут вдруг обнаруживаешь что-то такое не совсем хорошо, настроение хорошее, нет настроения дисциплинировать ребенка. Поэтому родитель говорит, ну там доченька или там сыночек, ну нельзя же так делать, больше не делай так, то ж папа накажет тебя. Господь, Он не руководствуется эмоциями. Он дисциплинирует всегда детей своих, любя их. И для блага же их. И это модель для любящих родителей, которые сами живут по библейским стандартам, и которые хотят детей своих воспитать последователями Господа, последователями Иисуса Христа. И когда еще дети маленькие, и их нужно воспитывать, как у нас тут переведено в книге Иова, наказание вседержителево. Мы говорили, буквально это означает дисциплинирование, подчинение воле своей для блага ребенка. Не просто я хочу, чтобы он выполнил что-то мое, но для блага же его. Это то, что делает Господь. Он воспитывает, Он дисциплинирует. Это то, что было, кстати, с Ионой. Теперь, когда мы дошли до третьей главы, то книга пророка Ионы нам и показывает то, что произошло с Ионой. Когда он оказался в очреве большой рыбы, когда он оказался вот там, в глубине, и Ион не знал, Он выйдет оттуда или нет. Но вторая глава нам показывает, Он раскаялся там. Но не зная, выйдет ли Он оттуда или нет, Господь таким образом его дисциплинирует, его воспитывает. И вот теперь раскаявшийся Иона оказывается на суше. Господь дает ему второй шанс. Он снова к нему обращается и снова говорит о той же самой задаче, которую ему нужно выполнить. Заметим, что Господь не дал Ионе теперь какое-то новое поручение. Он не сказал, ну, хорошо, Иона, вот ты теперь все понял? Я вижу, ты понял. Ты понял урок? Хорошо. Теперь оставайся в Израиле и тут пророчествуй. Нет, Господь продолжает, любя дисциплинировать пророка. Он дает ему то же самое задание. Иона понял, Иона раскаялся, но, знаете, братья и сестры, с этим очень перекликаются слова авторов Нового Завета, самого Иисуса Христа. И Новый Завет говорит о плодах покаяния. Принесите, сотворите достойный плод покаяния. Это когда Иоанн Креститель проповедовал тоже. Он говорил о плодах покаяния. Не достаточно только покаяния, нужна измененная жизнь, нужны плоды покаяния. Это то, что произошло в жизни пророка Иоанна. Это то, что должно происходить в жизни детей Божьих, которых Господь воспитывает, которым Господь открывает волю свою, которым Господь что-то делает для их же блага. Это то, как сказано в Псалме 118, 67 стих. Псалом 118, 67 стих. «Прежде страдания моего я заблуждался». Это слово, которое у нас в русском тексте заблуждался. Слово происходит от другого слова, которое означает промах. Поэтому, если буквально, то прежде страдания моего я промахнулся. Ну, а в Библии от слова промах происходит хорошо знакомое нам слово, которое переводится как грех. Промах. Это согрешить. Когда Господь открывает волю свою, Он показывает нам, как нам нужно жить. Но когда человек не живет в соответствии с Божьей волей, то то, что он делает, он промахивается. Он попадает не в цель, не то, как Господь открывает, а мимо цели. Потому что даже и не целится туда, в мишень. Или, может быть, нет намерений целиться туда, в мишень. Или, наоборот, игнорирует. Что он делает? Он грешит. И мы знаем таких грешников. Почему они грешники? Потому что их жизнь не соответствует Божьей воле. А Библия-то рассматривает то, как человек не попадает в цель. Он промахивается. Он не выполняет Божью волю. Вот то, что мы читаем. Прежде страдания моего. И псалмопевец показывает, что у него были страдания. И он понимает, для чего это все было допущено Господом. Почему? Прежде моего страдания я заблуждался. Я промахнулся. Не выполнял Божью волю. А ныне Слово Его храню. А вот теперь Слово Его храню. Стараюсь жить по Его Слову. Стараюсь исполнять Его волю в своей жизни. Стараюсь делать так, чтобы моя жизнь была в рамках Божьего Слова. И я понимаю, что это для моего же блага. Потому что это Господь открывает для меня, для моего блага. Для чего Господь это делает? Для чего Господь воспитывал Иону? Для чего Господь воспитывал псалмопевца? Почему порой мы испытываем что-то непредвиденное в нашей жизни? Какие-то переживания, какие-то страдания? Конечно, мы не говорим о тех случаях, братья и сестры, когда мы страдаем из-за нашей глупости. Из-за того, что не исполняем Божью Слово, Божью волю. Но тогда, когда мы стараемся жить по Божьей воле, когда мы пострадали, когда мы находимся в каких-то переживаниях, для чего это все Господь допускает? И Библия дает нам ответ, для чего это все. Божий ответ – это чтобы привести нас туда, в славу. Чтобы привести нас в славу. То, как молился сам Господь Иисус Христос. Евангелие от Иоанна мы читаем. 17 глава, 24 стих. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих. Это слова из молитвы Иисуса Христа. Это было накануне Его страданий и смерти, Его искупительной смерти. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою. Два коротких слова, братья и сестры. Чтобы и да видят. Чтобы там и да видят. В тексте оригинала это одно слово, которое означает цель. Цель. Наше предназначение на этой земле. О чем молился Господь Иисус Христос? Что Он имел в виду? Текст оригинала показывает, Господь имел в виду цель для нас. Какая для нас цель? Вот она цель. Там, где Он, чтобы мы были с Ним. Вот какая наша цель. Видеть славу Его, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основание мира. Так заканчивается 24 стих. Вот эта цель, братья и сестры, Иисуса Христа для нас. Поэтому Он всегда дает, во-первых, грешнику шанс обратиться к Господу. И пока грешник жив, пока он живет на земле, Господь дает шанс. Ну а тогда, когда мы в нашей жизни допускаем что-то, что не соответствует воле Божьей. Когда христианин согрешает, а потом раскаивается перед Богом, Господь дает второй шанс. Господь всегда дает второй шанс. Потому что Его цель – привести нас в славу. Поэтому, как любящий Отец наш Небесный. Будем помнить, Господь нас будет дисциплинировать. Он будет нас воспитывать. Для чего? Для какой цели? Я снова хочу это подчеркнуть, чтобы нас привести в славу. Чтобы очистить нас. Чтоб мы действительно были в состоянии готовности, в состоянии чистоты, в состоянии святости встретиться вот там в славе с Ним. Ну а в той исторической реалии мы прочитали ответ Ионы, какой был, когда Господь обращается к нему, и первые четыре стиха показывают. Иона встал и пошел. Но в отличие от того первого раза, Иона пошел, куда направил его Господь. Пошел в Ниневию. Подчеркивается, по слову Господню. Ну а что касается Ниневии, Ниневия была город великий у Бога, на три дня ходьбы. Город великий. Ниневия действительно, братья и сестры, была город великий. Как исследователи, как археологи говорят о том, что город Ниневия был защищен двумя стенами. Внутренняя стена, наружная стена, внутренняя стена была толщиной около 15 метров. Ну это приблизительно, если поставить в ряд, семь легковых автомобилей. Когда наше служение закончится, мы выйдем во двор и подойдем к стоянке, где стоят автомобили. Отсчитайте, семь автомобилей, примерно вот это была толщина внутренней стены Ниневии. Высота стены была приблизительно равна девятиэтажному дому. Поэтому, когда будем среди многоэтажек и посмотрим на девятиэтажный дом, вот это приблизительно была высота стены Ниневии. Более того, несмотря на то, что по периметру город был около 12 километров, но на стенах еще было около полторы тысячи сторожевых башен. Так что город был великий на самом деле. Неприступные стены, город хорошо защищенный, город великий. И жители Ниневии думали, они непобедимы, с ними ничего не может произойти. Они под надежной защитой, они под хорошей защитой. На самом-то деле, да, город был очень великий. Не только в буквальном смысле, но и в переносном смысле. Потому что, как говорят исследователи, город был очень красив. Город был очень красив. В этом городе был ботанический сад с редкими видами растений. В этом городе был также прекрасный храм богини Иштар. Это была богиня любви, плодородия. Поэтому не нужно далеко ходить, представить, а какой был моральный облик жителей Ниневии. Они поклонялись этой богине. Это было все красиво, это было все помпезно, это было все торжественно. Город был великий, город был защищенный, город был очень красивый. Куда Господь направляет пророка Иону проповедовать. И в 4 стихе мы прочитали, и начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день и проповедовал. Ну, понятно, что Иона не пробегал город. Он шел не торопясь, он останавливался на перекрестках, и он проповедовал. Проповедовал вот эти короткие слова. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И вот эти стихи нам показывают, действительно, Господь дает шанс грешнику раскаяться. Эти стихи нам показывают, братья и сестры, Божье долготерпение грешнику. Божье долготерпение. Еще 40 дней. Господь не сразу же уничтожил Ниневию. Он дает возможность спастись. И через пророка своего он возвещает еще 40 дней. И Ниневия будет разрушена. Это была Божья весть для жителей Ниневии. Ну, братья и сестры, а вопрос, а когда начался отсчет? Еще 40 дней. Когда он начался? Ведь Господь раньше обращался к Ионе. Иона должен был раньше еще пойти и возвестить то же самое. Еще 40 дней. Но, заметим, Господь не начал отчитывать с того первого момента, когда он первый раз обратился к Ионе. Мы не знаем, сколько прошло времени. Мы только знаем, что Иона тогда не исполнил волю Божью. Он пошел в противоположном направлении. Более того, когда он оказался в очереве кита, в очереве большой рыбы, три дня, три ночи он провел там, в очереве, где он раскаялся. Потом он был выброшен на сушу. Мы не знаем, сколько прошло времени Ионы на суше. Но 3 глава только начинается с того, что было слово Господне к Ионе уже вторично. И Господь не начал говорить Ионе, что, ну, прошло уже дней 20, теперь давай проповедуй еще 19. Нет, Господь дает шанс спастись. И вот тогда, когда Иона потом второй раз уже повиновался Господу и пошел в Ниневию, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Почему? Потому что Господь дает шанс. Господь раскается, обратится к Господу. Жители Ниневии знали, еще 40 дней, и все, Ниневия будет разрушена. Господь именно это имел в виду. И слово разрушено, оно и означает разрушено. Буквально перевернуто. Перевернуто. Жители Ниневии знали. Поэтому мы подходим к следующим стихам, как они поступили. Ну, вот интересно, я прочитал недавно одно мудрое выражение, которое так гласит. Мы тревожимся, когда узнаем, что жить остается один месяц. Ну, как это было жителями Ниневии. Да, это они узнали, им остается жить месяц, чуть больше. Мы тревожимся, когда узнаем, что жить остается месяц, неделя, может быть, три дня. Мы тревожимся, когда узнаем, что жить остается один месяц, но остаемся беспечными, когда не знаем, проживем ли один день. Вот это, наверное, натура такая человеческая. Мы не знаем, проживем ли этот день. Мы не знаем, доживем ли до завтрашнего дня. Человек думает, он доживет, да, он планирует что-то, но жизнь не во власти человека. И Слово Божие как раз об этом говорит. Человек может что-то планировать, да, но жизнь от него не зависит. От него зависит что-то так, по мелочам, что-то приобрести, куда-то поехать. Но жизнь не во власти человека, жизнь во власти Господа. Поэтому очень важно, очень важно всегда пользоваться той возможностью жить для славы Бога, которую дает Господь. Второе наблюдение – важность веры, поста и молитвы. Мы уже обратили внимание на то, что вообще-то тема третьей главы – это когда Господь обещает и не исполняет. Господь пообещал, еще 40 дней Неневия будет разрушена. Но что произошло дальше? Второе наблюдение. Мы читаем с 5 стиха. «И поверили неневитяне Богу». Интересно, Иона, когда проповедовал, он ведь не призывал к покаянию, он не призывал к изменению жизни. Он просто констатировал факт – еще 40 дней, и все, Неневия будет перевернута, разрушена. Хотя обычно весть пророков, и когда мы читаем пророческие книги, они имеют между собой одну характерную черту, вот эту схожесть. Весть пророков всегда характеризовалась вестью Божьего суда, но в то же самое время вестью надежды. Господь не только говорил о суде через пророков, Он говорил о возможности спастись. Он давал возможность покаяться. Он говорил о последствиях послушания, последствиях покаяния и последствиях непослушания, последствиях непокаяния. И пророк, как правило, призывал избрать первое – послушаться Господа. Иона этого не делал. То, что Иона проповедовал, это единственная была короткая весть суда. Но поверили неневитяне Богу. Заметим, они поверили Богу. Здесь не сказано, что они поверили Ионе, или прислушались к Его рекомендациям. Они поверили Богу. Они поверили Богу. И это то, что мы видим во всем Божьем Слове. Вера – это следствие слышания Божьего Слова. Слово Господне производит веру. Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера – отслышание. А слышание – от Слова Божия. Таким образом, вера – от Божьего Слова. Когда человек читает Божье Слово, это производит в нем веру. Потому что мы уже обращали на это внимание, что Слово Божие единственное обладает вот этой силой проникать в самую глубину человеческого естества и производить свое действие. Вера – отслышание. А слышание – от Слова Божьего. Поверили ни невитяне Богу, мы прочитали. И как проявилась их вера? Они не пришли к Ионе, не сказали, что мы веруем Слову Твоему. Нет, этого не было. Поверили Богу, и появились дела веры. Дела веры. Объявили пост. Оделись во вретище от большого из них до малого. Вот были дела веры. Они объявили пост. И мы обратили уже внимание, что вот второе наблюдение – это важность веры. И мы, конечно, с этим согласны. Вера важна. Важность поста и молитвы. Когда мы говорим о посте, то я, конечно, понимаю, что пост, в отличие от молитвы, это не настолько популярен сегодня, когда мы находимся в водовороте дел, обязанностей, в водовороте работы нашей, в водовороте повседневных обязанностей. И очень много чего нужно делать. Жизнь так кипит, жизнь вертится. И мы не можем просто вырваться из этого водоворота. И там не до поста. Там нужны жизненные силы для того, чтобы куда-то поехать, договориться, выполнить здесь дело, тут служение еще, встречи, молитвенные встречи, лидерские и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому нужна сила. И я так говорю, не осуждая кого-либо из нас. Я вовсе не намереваю, чтобы кто-либо из нас сейчас почувствовал свою вину. Я просто говорю о том, что пост – это то, что всегда видели, как важное в духовной жизни дети Божьи. Но удивительно то, что те, кто не из Божьего народа, и он и не говорил им об этом, но дела веры, какие были у них, они объявили пост. Они объявили пост. Мы, конечно, понимаем важность поста. Но в то же самое время, я вижу, братья и сестры, что порой мы не до конца понимаем, а в чем сущность поста. Да, мы видим его важность, мы понимаем его сущность, но не всегда видим, в чем же сущность его. Некоторые думают, пост – это, ну, прежде всего, ничего не есть и не пить. Ну, кто-то думает, пост – это способность, как способность моя что-либо доказать Богу. Вот таким образом я хочу Богу доказать свою, не знаю, посвященность или верность Богу. Кто-то думает, пост – это какая-то мистическая сила, с помощью которой я могу теперь творить чудеса веры. Ну, вот так я не могу творить, а вот когда я в посте, тогда что-то происходит. Ну, а кто-то так понимает, пост – это то, что помогает даже улучшить состояние здоровья. Поэтому я знаю, есть эти методики различные, как быть в посте, например, три дня. Три дня – ничего не есть и ничего не пить. Молиться, конечно же, но это очень хорошо укрепляет здоровье. А потом по истечению трех дней есть методика, я ее видел, как выходить из поста. То есть нужно что-то есть определенное, пить соки и прочее, и прочее. Ну, правда, Библия не говорит нам о том, как из поста выходить. А кто-то думает, что пост – это метод давления на Бога. Ну, если я молюсь, и Господь не отвечает, а вот когда я беру пост, то Господу просто уже некуда деваться, Он, конечно, ответит на молитву мою. Ну, это все неправильное понимание поста. Дело в том, что пост – это, как показывает нам Библия, по сути своей – это мое внутреннее состояние. Да, есть его внешнее проявление, но прежде всего это мое внутреннее состояние. Это проявление и признание моего недостоинства перед Господом. Тогда в случае с неевитянами, мы прочитали, они поверили Богу, они объявили пост, оделись во вретище. Вретище – это буквально мешковина. Вот это грубая одежда, мешковина. Так было проявление поста. От большого до малого. Что значит от большого до малого? Два смысла есть. Первый смысл буквальный – это то, что на поверхности лежит от взрослых до детей. Все жители Неневии – от взрослых до детей объявили пост. Другой смысл – это от власть имущих до простых людей. Дальше мы читаем даже царь Неневии. И тот сошел с престола, и тот оделся в мешковину, и тот тоже, что там, сел на пепле, мы читаем, сел на золе. Вот это было проявление поста тогда. Так он проявлялся и в древнем Израиле, когда одевали мешковину, когда лежали на земле, лежали в пыли, лежали в прахе, когда посыпали голову прахом, этим самым проявляя свое недостоинство перед Богом. Сегодня есть выражение – это важно иметь чувство собственного достоинства. Да, и есть, популяризируется эта идея среди христианских психологов – это важно иметь чувство собственного достоинства. И ребенка, дескать, так нужно воспитывать, чтобы не навредить и не поранить чувство собственного достоинства, потому что это личность. И личность, да, у нее права, у нее есть определенные, кроме права и обязанностей, но это личность, никто не имеет права навредить этому человеку. Нужно иметь чувство собственного достоинства. Но, интересно, Библия нигде не говорит о чувстве собственного достоинства. Более того, Библия говорит о чувстве собственного недостоинства. Это то, что произошло однажды, когда Господь Иисус Христос призвал Симона на служение. Симона Петра. Евангелист Лука это показывает в Евангелии от Луки в пятой главе. Он приводит интересную историю, когда рыболовы вышли на берег, они вымывали сети. Среди них был и Симон. А Иисус Христос проповедует на берегу. А потом он обращается к Симону, и он просит, ну, отплывите на глубину, закиньте сети для лова. А он отвечает, Симон отвечает, Господи, ну, ну, всю ночь мы трудились, ничего не поймали. Ну, по слову твоему, закину, конечно, сеть. И почему Симон так решил? Опытный рыбак, почему он так решил? Дело в том, что ранее у него уже была встреча с Иисусом Христом. И евангелисты это показывают. Ну, вот тогда, когда Иисус Христос после проповеди очередной пришел домой к Симону, и евангелисты замечают, а в доме у Симона была теща, и она была больная, лежала в горячке. Иисус Христос исцеляет ее. Это было действительно исцеление. Симон это видел. И вот теперь снова Господь перед ним и предлагает, закиньте сети для лова. Господи, ну, по слову твоему, закину. Они снова выходят на глубину озера Геницарецкое. Опытный рыбак, он хорошо знает, и его товарищи рыбаки очень хорошо знают. Не время ловли рыбы, но раз так сказал Симон, думают его товарищи, ну, нужно, конечно, ловить. Происходит чудесный улов. Но вот что дальше происходит, это еще более интереснее, еще более чудеснее. Иисус Христос в лодке с Симоном. Чудесный улов рыбы. Просят даже тех на другой лодке подойти поближе, помочь вытащить. И после этого Симон смотрит на Иисуса Христа и говорит ему, выйди от меня, Господи. Ибо я человек грешный. Вот это были удивительные слова. В то время, как Писание показывает, другие люди призывали Господа. Приди, Господи, приди и помоги. А Симон отвечает, выйди от меня, Господи. Я человек грешный. Не бойся, был ответ, отныне будешь ловить человеков. Симон увидел свое недостоинство перед тем, кто был с ним в лодке. Он увидел свое недостоинство в сравнении с славой, с божественностью Иисуса Христа. Вот это состояние нужно каждому христианину. Вот это состояние христианина, когда он в посте, когда он понимает свое недостоинство, когда он понимает, что он никто и ничто перед Господом, перед славой Господа, перед святостью Божьей. Поэтому пост – это не прежде всего воздержание от еды. Это, более того, не метод давления на Господа. Это признание своего недостоинства перед Господом. Это осознание, кто я и кто Господь. Хотя, конечно, пост имеет и внешнее проявление. Тогда, в случае с неневитянами, мы уже прочитали, они объявили пост, они оделись во вретище. И царь то же самое делает. Он приказ издает такой, всем быть в посте. И жители Неневии, и даже скот находятся в посте. И мы можем задать вопрос, ну а животные-то при чем? Ну при чем тут животные? А вопрос не в этом вообще. Вопрос в том, а при чем люди? Жители Неневии настолько поверили Богу, что это проявилось у них вот в таких делах веры. Они полностью, они полностью осознают свое недостоинство перед Богом. И это влияет даже на их собственность. И этим самым они показывают, Господи, не то, что мы никто перед Тобой, но и наше имущество не наше. Оно Тебе принадлежит. От Тебя оно зависит, наше имущество. Да, проявление было внешним у жителей Неневии, но в то же самое время это было проявление, пост было проявление внутреннее. Обратим внимание на 8 стих, конец 8 стиха, чтобы каждый обратился от злого пути своего, от насилия рук своих. Обратился, буквально повернулся. Это слово обратился или повернулся нам хорошо знакомы, братья и сестры, потому что сегодня мы используем его эквивалент, как покаяться. Покаяться. А что такое покаяние? Библия нам показывает. Библейское покаяние – это изменение образа мыслей, это изменение мира восприятия, это понимание, кто такой Бог и кто такой я. И вот это изменение мыслей, изменение мира восприятия влияет на жизнь мою так, что я отворачиваюсь от греха. И грех теперь становится противным мне. Вот это покаяние, которое ведет меня дальше, это к обращению к Богу. Молитва обращения к Богу. Мы называем ее молитвой покаяния. Это может быть дома, это может быть здесь служение. У нас уже так установился такой стандарт, и мы считаем вот это покаяние, когда человек выходит сюда вперед, и он обязательно вслух кается. Но это уже последствия того, что уже произошло. Я не говорю о том, что эта форма неправильная. Мы говорим о том, что это результат покаяния, результат того, что уже произошло, как показывает нам Библия. покаяние. Покаяние. Это то, что было у жителей Неневии. Чтобы каждый обратился, покаялся буквально, отвернулся от греха. Вот это проявление внутреннее поста и молитвы. Поэтому пост без реальных изменений, это просто напрасная трата времени. Пост без реальных изменений в духовной жизни, это напрасная трата времени. Хотя кто-то может сказать, о, так это укрепило мое здоровье, о, я очистил свой организм, или я очистила свою печень и прочее, и прочее. То лечебное голодание. Пост – это когда изменяется моя духовная жизнь перед Богом. Когда я вижу себя во свете Божьей святости, во свете Божьего слова, во свете Божьей славы. То, как увидел себя Симон Петр и признал себя грешным перед Богом. Поэтому, конечно же, одно неотделимо от другого. Пост и молитва – да, это внутреннее состояние, но это проявляется и внешне. Что касается жителей Неневии, обрати внимание, они объявляют пост, они находятся в посте, они обращаются к Богу, они молятся Богу. Но 9 стих мы читаем, «И кто знает, может быть, Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». Жители Неневии не знали. Как мы уже заметили, братья и сестры, Иона не объявлял им, покайтесь, и Господь простит. Я хочу снова наше внимание на это обратить. Иона объявил им решение Бога. Еще 40 дней, и Неневия разрушена. К чему это? Жители Неневии, они поверили Богу, а теперь они просят о прощении, просят о милости, но они не знают, что будет с ними. То же самое, как не знал Иона. Выйдет ли он из чрева рыбы? Он не знал этого. Это мы, читатели, сегодня мы знаем, чем все закончилось. Мы знаем, что все было благополучно, в конце концов. Это нам сегодня это известно. Но Иона, который проходил через ту ситуацию, он не знал, может быть, он там и останется, в желудке рыбы. Жители Неневии тоже не знали. Они не знали, какое решение последнее будет за Богом. Они не знали этого. У них только был маленький проблеск надежды. Кто знает? Они не знали этого. Царь Неневии не знал этого. Более того, они не отправили послов вот туда, в Израиль, потому что там есть пророки, там есть храм, там Божье присутствие. Они не отправили туда послов, чтобы узнать, какой же будет Божий ответ. Они смиряются, они раскаиваются. Кто знает? Может быть, Господь отвратит пылающий гнев свой. И что дальше? Десятый стих. И увидел Бог. А что увидел Бог? Дела их. Здесь не сказано «Увидел Бог их пост». Здесь не сказано «Увидел Бог их молитвы». Бог увидел их дела. Бог увидел их дела. Ну, не пост. Хотя мы говорили, пост тоже важен. Он важен. Он очень важен. Бог увидел последствия поста, последствия молитвы. Он увидел измененную жизнь, Он увидел их дела, что они обратились от злого пути своего, они обратились от злого пути своего. Произошло это отвращение от греха, обратились от злого пути своего. Бог увидел дела их, Он увидел плоды покаяния, Он увидел плоды измененной жизни. Это то, что когда-то Господь говорил через пророка своего, через Исаию, что значит пост, в чем сущность поста, какой пост угоден Господу. 58 глава книги пророка Исаии, мы читаем с первого стиха, взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе. «Укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня, хотят знать пути мои, как бы народ поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу и задаются вот этим вопросом. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души, а ты не знаешь?» И Божий ответ, вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и так далее. Вы поститесь для ссор в 4 стихе, 5 стих. «А таков ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, постилает по себя рубище, пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое бремя, всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, с китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, от единокровного не укрывайся, тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Другими словами, Господь говорит об измененной жизни. Пост без реальных изменений, напрасная трата времени. Пост, конечно, сопровождается молитвой. И это тот случай, когда Господь обещает и не исполняет. В случае с жителями Неневии, Господь пообещал, еще 40 дней Неневия будет разрушена. Но заканчивается третья глава тем, что Бог увидел их дела. Увидел их дела. И что? Он не навел то бедствие, о котором сказал, что наведет на них. Не навел. Он увидел измененную жизнь. И он изменил свое решение. Хотя жители Неневии этого не знали. Это было Божье решение. Вот при таких условиях Господь не исполнил того, о чем Он говорил. Братья и сестры, таким образом мы видим, эта третья глава нам показывает важность веры, важность поста и молитвы. Потому что таким образом мы смиряемся перед Богом. Пост нужен нам, а не Богу. Это не способ что-то доказать Богу, как-то надавить на решение Бога. Он нужен нам. Потому что Он помогает нам увидеть нас самих во свете Божьего Слова. Увидеть, кто мы перед Ним и что мы перед Ним. Пост и молитва помогают нам больше познать Господа и больше познать себя. Пост и молитва помогают нам укрепить наши взаимоотношения с Господом. Помогает расти в познании Господа. Помогает нам надеяться на Бога больше. Осознавать свою зависимость от Господа. Помогает нам видеть ясность в принятии какого-либо решения. Пост и молитва главное показывают нам Бога, кто Он. Помогают нам принять Бога таким, каков Он есть. И пусть наша жизнь, братья и сестры, всегда характеризуется активностью в познании Господа. То, о чем мы говорили в сегодняшнем воскресном дне, с самого утра. Ожидание встречи с Господом. Характеризуется активной христианской жизнью, служением для славы Господа. Исполнением нашего предназначения на этой земле. Когда мы свою жизнь строим по Божьему Слову, в рамках Божьего Слова, понимая, что Господь дает заповеди для нашего же блага, потому что Его цель привести нас в славу. Будем чуткими голосу Божьему, к Божьему руководству в нашей жизни, чтобы мы дошли в ту славу, куда мы идем. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что тогда, когда мы обратились к Тебе в молитве покаяния, Ты принял нас, как детей Твоих. Ты простил нам грехи наши. И Ты благословил нас всяким духовным благословением в небесах. И в Иисусе Христе Ты благословляешь нас. И через Иисуса Христа мы имеем свободный доступ к Тебе. Мы за это Тебя благодарим. Господи, мы благодарим за то, что Ты показываешь нам нашу будущность. Ты говоришь нам о той славе, которая ожидает нас. И мы понимаем, потому что это Ты открываешь в Слове Своем, что целью Твоей для нас является привести нас в славу. Поэтому Ты ведешь нас и дисциплинируешь. Нам помоги быть чуткими голосу Твоему, к руководству Твоему. Помоги строить жизнь нашу в соответствии с Словом Твоим. Помоги нам так жить, чтобы не огорчать Тебя, чтобы не нарушать заповеди Твои, но более познавать Тебя, Слово Твое познавать и преображаться в образ Сына Твоего, нашего Спасителя Иисуса Христа, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.